Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211 50 30. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. С появлением первого весеннего солнца наступает смена сезона, в том числе и в области косметологии. Какие зимние программы стоит отложить до лучших времен и что показано для обновления в данный период времени смотрите прямо сейчас. Принцип наращивания волос заключается в том, что к корню собственного волоса под воздействием высокой температуры на специальной ленте крепятся длинные пряди. Долгое время эта методика считалась единственной после парика возможности обрести заветную длину за одно посещение салона. Но не так давно у нее появилась более щадящая альтернатива – метод холодного капсульного наращивания, который теперь представлен эксклюзивно в имидж-студии. Капсула – это запатентованный полимер, подходящий по структуре именно своего человеческого волоса. Проникает увлажнение либо питание с помощью шампуня либо уходов. На этого не боится этот полимер. Также при высыхании он уменьшается, сужается так, как родной волос. Эта способность капсулы позволяет ей быть практически незаметной. Волосы можно собирать в высокий хвост, не опасаясь, что будут видны следы наращивания. Когда мы снимаем уже трансфер, мы получаем ровный четкий ряд. Можно посмотреть предыдущее наращивание ленточное. Была какая прядь одна и насколько получается микрокапсулы. Они будут невесомыми, незаметными. В этом и есть такая уникальность этой системы. Следующее, что предусмотрели разработчики – это возможность нарастить не только длину, но и объем, а также создавать впоследствии нужную форму прически. При прошлых наращиваниях по концам все равно чувствуется тонкость и приходится там их уже подводить как-то, либо уплотнять срез, но теряется эта длина. У компании идет плюс 5 сантиметров к заданной длине, чтобы можно, если клиентка хочет сделать какую-то мягкую стрижку, то есть какие-то мягкие каскады, то эти 5 сантиметров позволяют, чтобы сделать сечение максимально естественно, максимально незаметно. Многообразие оттенков, в том числе и с эффектом сложного окрашивания, позволяет добиться нужного цвета без дополнительного тонирования. Кстати, натуральные волосы, которые используются при наращивании, компания закупает в индийских храмах. Волосы действенно чисты, нейтронно-химическими какими-то водействиями. Строение и сечение индийского волоса очень приближены именно по структуре к европейскому и славянскому волосу. Он плотный, но он также имеет структуру именно волнистости. В зависимости от предпочтений выбрать можно из двух типов наращивания Great Lates. Гладкая атласная для поклонниц прямых волос одной длины или второй вариант для любителей лиц локонов и каскадных стрижек. Именно этот тип проверен мною на личном опыте. И что я могу сказать? Методика по-настоящему уникальна. Молодым и талантливым дизайнерам одежды в нынешних условиях необходимо правильно заявить о себе. Этому вопросу посвящены целые курсы в профильных вузах, а специалисты по продвижению ценятся очень высоко. Как правильно организовать модный бизнес, какие ошибки мешают стать успешным, в эксклюзивном интервью Beauty Time рассказывает известный бизнес-консультант в индустрии моды аналитик Дарья Ядерная. Индустрия моды сегодня это сфера, в которой задействовано намного больше людей и профессий, чем представляется обывателю. Модельеры и модели, стилисты и фотографы – это далеко не весь перечень специалистов, задействованных в данной сфере. Сегодня востребованы в том числе и кадры, которые модную продукцию продвигают и разрабатывают успешные стратегии развития. Дарья Ядерная. Свои 27 она владеет исследовательской компанией, преподает в британской высшей школе дизайна и российском ГИМО. Она знает, что нужно, чтобы фэшн-бизнес приносил дизайнерам не только творческую самореализацию, но и доход. Мы встретились с Дарьей на Урал Beauty Fest в Екатеринбурге, где она выступила в качестве жюри на конкурсе начинающих дизайнеров PN Fashion и представила свой мастер-класс. То есть достаточно много школ, где их учат дизайну, как создавать коллекции, как чтобы круто, как чтобы стилистически выверено, как чтобы целостно, но потом никто не рассказывает им, как это можно продать. Много талантливых ребят и брендов, которые погибают просто потому, что они не могут коммерциализовать то, что они делают. Соответственно, моя задача как раз рассказать им, что это можно сделать, что на рынке есть много возможностей, что есть журналы, которые готовы снимать, поддерживать, есть знаменитости, которые готовы их носить, нужен инстаграм, люди-то увидят. Это сразу огромная узнаваемость для бренда. Просто надо не бояться такие возможности рассматривать, их использовать. И, конечно, в итоге все равно любой бизнес, он бизнес прежде всего. А такой бизнес, как дизайнерский, бизнес еще в большей степени, потому что риски очень велики, потому что мы работаем все-таки с ощущением покупателя, с его эстетическими характеристиками. Это практически неосязаемые вещи, а при этом зарабатываем мы, в общем, вполне осязаемые деньги. И вот это противоречие между творчеством и коммерцией, оно всегда у любого дизайнера присутствует. И моя задача попробовать ему помочь как раз выровнять вот этот баланс, для того, чтобы он был в меру коммерческий, но эстетически очень интересный. Да, ездить, конечно, придется, но необязательно находиться физически в Москве. Можно жить здесь и, в общем-то, вполне успешно совмещать это с бизнесом. Тем более, что бизнес все равно, в конечном итоге, заточен не в Москве, а распределен по всей стране. И откуда вы его контролируете, не так важно. Дело в том, что именно вещи физически должны находиться в Москве, потому что даже если пиар в Москве есть, но вещи негде взять на съемку, то невозможно снимать, поэтому все-таки какое-то представительство должно быть, где эти вещи можно посмотреть. Не обязательно, что это прям пресс-офис или шоурум, но, может быть, это какое-то место, где бренд продается, например, магазин, в котором стилист может взять вещи на съемку. Просто если взять нельзя, то единственный вариант продвижения – это рассылать лукбуки и фотографии на травку, на белом коне, надеяться, что это пойдет в какие-то коллажи или подборки модных журналов. Это тоже возможно, это тоже происходит, и на старте это тоже бывает, но это все-таки неполноценная репрезентация бренда, поэтому, конечно, лучше, если какое-то представительство там есть. Но, опять же, дизайнеру для этого физически там быть не нужно. Обязательно посмотрите бренд «Фетиш». Это бренд сумок, такой навеянный идеями супрематизма, русский авангард и так далее. Это российская марка, которая родилась вообще в Пензе изначально. То есть вот продается сейчас в Гонконге, продается в Париже, продается в Милане, продается у нас в России в наших знаковых точках. И это пример такого премиального бренда, который может вполне себе успешно продаваться за рубежом, несмотря на то, что цена у него там достаточно высокая. Из массовых брендов можно посмотреть на бренд Анастасия Коваль, это холенинградский бренд, который делает повседневную одежду, повседневные платья, офисные костюмы и так далее. Достаточно широкая ассортиментная линейка, там и в Жаккардах, и в Искозе, и так далее. Я, в принципе, ориентирован на женщину со средним доходом, в которой хочется ориентироваться на моду, но, скажем, не суперавангардную, а вот такую, актуального тренда. Совсем недорогие изделия. В прошлом году объем производства у нас составил 40 тысяч единиц. В этом году мы надеемся, что будет 140 тысяч единиц. Тоже продается по всей России. Сейчас вот мы через месяц впервые покажем коллекцию в Париже, посмотрим, какая будет реакция. Но более массовый бренд, такой на большие количества рассчитанный, но, тем не менее, вот очень такой успешный, хорошо продающийся бренду всего полтора года, на самом деле. И, тем не менее, уже там суперкоммерческий успех, тоже, может быть, интересно будет посмотреть на него. Самое важное, это не пытаться выглядеть не русским дизайнером. Вот это очень важно. У нас дизайнеры все пытаются выглядеть, как будто это итальянский бренд, французский бренд, там, бельгийский, японский. Не надо этого. Прикупают русский дизайн именно за то, что он русский. Я не имею в виду даже под словом русские, там, кокошники, палопосадские платки. Я имею в виду русские с точки зрения характеристики. Вот там, русский авангард, русский балет, супрематизм. Какие-то вот такие тематики того, как мы пропустили Россию, да, через себя. Есть несколько брендов с такими языческими, старославянскими тематиками. В Екатеринбурге есть такой бренд, очень интересный. Вот идея такая, старославянские, староязыческие какие-то орнаменты возродить современной совершенно одежды. Вот это очень круто. Это 100% будет Европе продаваться, потому что для людей это действительно, ну, революция, вообще восприятие того, какая может быть Россия, что это, там, не мишка, водка, хлама, а что, на самом деле, у нас огромное культурное наследие, которое мы можем пропустить через себя. Поэтому вот здесь надо подумать о том, как вот русскость, она отражается в коллекции. Мы сейчас работаем с очень крутым дизайнером тоже, который сделала коллекцию, которая вдохновлена Архангельским и Белым морем. Бренд называется Fior. По-шведски, значит, маяк. Но реально выглядит очень по-скандинавски, но в то же время очень по-русски. Вот это круто. То есть действительно для них это важно. Вот что я все-таки сохраняю свое ощущение того, что я из России, но в очень необычном, современном, актуальном тренде. Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате. Территория тайского СПА Тайвай. Российская 206. Телефон 223-23-20. Подробное описание СПА-программ ищите на сайте taiwai.rf. Администрация города Челябинска и имидж-клуб Светлана представляют Глобальное погружение в мир моды. Ежегодный фестиваль «Платье города». 29 марта. Изумрудный зал Конгресс-отеля «Малахит». Фэшн-прогноз от дизайнеров Екатеринбурга, Ижевска, Челябинска и Москвы. Не пропусти модное событие года. Заказ билетов 263-57-37. Подробности на сайте svetlana74.ru Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее о выпуске несколько практичных комплектов из коллекции нового сезона. Согласитесь, носить платье гораздо удобнее, когда на улице плюсовые температуры. Именно по этой причине мы собрали 8 простых и изысканных моделей, которые благодаря своей практичности способны сделать повседневность чуть более изысканной и женственной. Продолжение следует... Особо хочется отметить платье с цветочным принтом в стиле 70-х, которые сегодня снова популярны. Модель цвета «Бледный кизин», созданная с участием двух фактур, а также платье-футляр с макротюльпанами. А эта модель интересна тем, что она нейтральна. Характер платья будет таким, какие аксессуары вместе с ним подаются. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает жизнь красивой, а внешность ухоженной. Продолжаем выпуск. Тема сегодняшнего занятия – это миф о том, что целлюлит – это проблема толстых. В современном мире существует культ тела, поэтому эстетическая медицина все больше и больше уделяет внимание не только состоянию лица, кожи лица, но и состоянию тела, фигуры и все, что с этим связано. Нам часто обращаются пациентки, которые уже достигли определенного веса, запланированного, скажем так, но у них остаются локальные жировые отложения в тех или иных областях. Эти отложения называются жировыми ловушками. Это во многом обособленная проблема, которая вызвана некоторыми изменениями в подкожно-жировом слое близком к коже и связана она с нарушением микроциркуляции и нарушением лимфодренажа. И именно с ними призвана бороться такая операция, как липосакция. Что же касается излишнего веса, то проблема целлюлита может встречаться как у худых людей, так и у людей полных. Поэтому, говоря о том, как нам бороться с целлюлитом, прежде всего нужно говорить о грамотном подходе с точки зрения совместной работы и хирурга, и косметолога. В стенах нашей клиники мы проводим лазерную липосакцию. Эта методика принципиально отличается от обычной липосакции тем, что жировые отложения разрушаются не простым механическим способом, а лазерным излучением, которое вводится в жировую ткань при помощи специального световода. Соответственно, мы получаем более качественный результат за меньшее количество времени. То есть операция длится от часа до двух с половиной, а не три-четыре часа, как раньше. И самое главное, процесс реабилитации занимает гораздо более короткий срок. Еще один очень важный момент. Липосакция – это не способ сбросить лишний вес или похудеть. Это способ коррекции сложных участков тела, которые не поддаются стандартным методам похудания, таким как спортивные нагрузки или диета. Поэтому очень часто пациентов, которые приходят к нам на процедуру липосакции, мы отправляем на какое-то время заниматься спортом и вести здоровый образ жизни в плане питания и всего остального для того, чтобы они сбросили лишние килограммы и пришли к нам уже с конкретными локальными участками для коррекции. Наверняка пациенты, которые сталкивались с липосакцией 10-15 лет назад, пугаются возможных бугров и неровностей на коже после проведения данной операции. Могу их успокоить. Сейчас медицина шагнула далеко вперед и благодаря тем же лазерным технологиям, которые мы применяем во время этой операции, мы достигаем ровной поверхности без каких-либо ненужных нам изменений. Эффект от липосакции может сохраняться на долгие годы. Для поддержания результата я рекомендую косметологические методики, такие как ручной массаж, аппаратные технологии, LPG, микротоковая терапия и лимфодренаж. Этой весной на 31-м канале проект Академия Красоты. Коррекция фигуры, увеличение груди, лазерные методики, омоложение. Эти и другие популярные темы в деталях разбирают наши эксперты. А если еще остались вопросы, задавайте их на сайте моя-новая-жизнь.рф, на страницах клиники Диплекс в соцсетях, а также на бесплатных консультациях. Запись по телефону 211-23-23. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Sony Кривой 30. Benefit. Легендарные косметические продукты и оформление бровей в фирменном броу-баре. Benefit в Челябинске, в Ильдебаде, Горке. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Ильдебаде, Горке. Ильдебаде, Горке. Ильдебаде, Горке. Ильдебаде, Горке. Субтитры создавал DimaTorzok Диагностику 211 50 30 Каждую неделю на сайте bt31tv.ru фотоконкурс с призами от кондитерской «Наполеон». Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой, дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук.